Очередное резонансное убийство неподалеку от столицы. Накануне вечером возле поселка Глеваха неизвестные расстреляли автомобиль добровольцев АТО Амина Акуева и Адама Асмаева. Женщина погибла на месте, мужчина ранен в ногу. Амина Акуева родом из Одессы участвовала в революции достоинства и в 2014 году вступила в ряды батальона Киев-2. Ее муж Адам Асмаев родом из Чечни, его обвиняли в подготовке покушения на Путина. Он также добровольцем отправился на фронт. Это не первое покушение на супруга. В этот раз их машину расстреляли недалеко от железнодорожного переезда под Глевахой. Сразу после трагедии на место происшествия приехала и наша съемочная группа. Первые кадры, первые версии и свидетельства очевидцев далее в материале. Поселок Глеваха около 9 вечера недалеко от железнодорожного переезда машину Амины Акуевой и Адама Асмаева обстреливают из кустов. Амина умирает на месте. К месту происшествия правоохранители никого не подпускают. Комментарии скудные и невнятные. Что это было? Это был обстрел? Расстрел обыкновенный. К сожалению. Война идет в стране. Кто стрелял? Сколько их было? Какие версии? Информации от правоохранителей почти никакой. Какие версии на разе разлетаются? Их деколька. На жаль, я зараза поведомить вам не могу. А как это стало? Скажи, пожалуйста. Давайте тоже. Это немного позже. Какие есть ориентование на этих случаях? Сейчас действуются засобы перехвата. И есть какие-то меркувания. Местные жители говорят, ничего не видели. Чували, выстрелився. У нас же в кустах где-то там стреляли. Никто ничего не видел. Друзья Адама и Амин рассказывают, это покушение было предсказуемым. Заказ открыт. И они все равно будут жить в состоянии повышенной опасности все время. И вариантов, что повторное покушение не будет, они не рассматривали в принципе. Они соблюдали меры предосторожности, безопасности. Настолько, насколько могли. Адам жив. И это говорит о том, что наверняка покушение на него все равно будет повторяться. А с мая всю ночь провел в больнице. Там же дежурили и правоохранители. Анна Каменева, Анастасия Старовой, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Прошли почти сутки с момента убийства. Все обстоятельства случившегося сегодня комментировали и силовики, и эксперты-криминалисты. Кто все-таки стоит за расстрелом Акуевой? Детали этого резонансного дела в нашем материале, который мы покажем чуть позже. Теракт за терактом. Убийство за убийством. С начала года это уже седьмое громкое преступление. И пятое со смертельным исходом. Все они не раскрыты. Шлейфом с прошлого года тянутся такие же не менее громкие дела. Но где результаты расследований? Не сообщают о них ни полиция, ни СБУ. Под юрисдикцией которой тоже находится часть уголовных производств. Правда, есть у правоохранителей одно дело, где есть чем похвастаться. Они смогли предотвратить довольно странное покушение на нардепа Антона Геращенко. Даже задержали подозреваемых. Но статистика от этого лучше не стала. Десятки громких дел раскрыты единицы. Апрель 2015-го застрелен известный журналист Олесь Бузина возле своего дома. Спустя два месяца задержаны двое подозреваемых. Они долго были под стражей. Но в 16-м суд их отпустил под личное обязательство. Июль 2016-го в центре Киева взорвали машину известного журналиста Павла Шеремета. У следствия до сих пор нет доказательств в пользу какой-либо версии. Дело не раскрыто. Март 2017-го. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков застрелен днем в центре Киева возле гостиницы. Охранник политика ранил стрелка. Тот позже скончался в больнице. Заказчик установлен, но не задержан. Март 2017-го. Мариуполь. Взорван джип-код разведчика СБУ Александра Харабирюша. Следствие установило, что машину подорвали с помощью мины, которую ночью установила женщина-диверсант. Дело не раскрыто. Июнь 2017-го. Взлетел на воздух автомобиль разведчика Максима Шаповала. В ГПУ подозревают спецслужбы России. Подозреваемых нет. Дело не раскрыто. Август 2017-го. Взрыв в правительственном квартале столицы. Трое раненых. Среди них родные герои Украины. Следствие рассматривает две версии покушения на жизнь военного и хулиганства. Дело не раскрыто. Сентябрь 2017-го. Возле Бессарабского рынка в столице взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Ранена женщина. По данным МВД Махаури был достаточно известным в криминальных кругах. Ни исполнители, ни заказчики не найдены. Октябрь 2017-го. Взрыв возле телеканала «Эспрессо». Двое погибших. Охранник нардепа и случайный прохожий. Раненый депутат Игорь Масичук. Политолог Виталий Бала. И еще двое прохожих. Неизвестные взорвали припаркованный неподалеку мотоцикл. Кто стоит за взрывом, неясно. Несколько минут назад началась пресс-конференция в службе безопасности Украины. По предварительной информации, брифинг посвящен раскрытию дела о подрыве машины контрразведчика СБУ Александра Харабирюша. Обо всем мы узнаем у Ольги Теребинской. Когда будет информация, она выйдет с нами на связь. А сейчас все детали об убийстве Амины Акуевой. Попытка российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Украине или месть Рамзана Кадырова, супругу Амины, Адаму Осмаеву. Две основные версии произошедшего. Однако, кроме этого, пока что неизвестно ничего. В полиции лишь заявили, их заказали. Убивство на замовление. Мы пытаемся объяснить все обстоятельства, где перебивали те люди, которые совершили пострелы. Потом будет проведена и получена судово-медичная экспертиза, которая нам дает заключение, от чего настала смерть и сколько куль в теле Амины. Адам Осмаев, командир батальона имени Джохара Дудаева в АТО. В России его подозревают в подготовке покушения на Путина и Кадырова. Убить Осмаева пытались еще летом. 1 июня в Киеве в него стрелял Артур Денисултанов, известный в России бандит и близкий главе Чечни киллер. Тогда мужа спасла Амина, подстрелившая от нападавшего из наградного пистолета. Главный вопрос, кто именно был целью киллеров на этот раз. Как сообщили в полиции, нападавших, вероятно, было двое. Один поджидал Амину и Адама еще на повороте с одесской трассы. И сообщил напарнику, когда их джип выехал на железнодорожный переезд в Глевахе. В 100 метрах в кустах прятался второй киллер, который и открыл огонь. Несмотря на ранение в ногу, Адаму удалось проехать еще около 300 метров. Все разлеталось вокруг меня, панель, все. И попало в голову, я сколько мог проехал. Машина тоже, когда двигатель попали, остановилась. Я ее пытался показать первую помощь, но ей в голову попали. Еще днем боец АТО Ратан Крымский написал на своей странице в Фейсбук, что в Амину попало не менее 6 пуль, однако позже удалил пост. Как видно по фото, в джипе следы не менее чем от 10 выстрелов. Стреляли, вероятно, из автомата. По мнению эксперта-криминалиста, целились именно в Амину. Еще ночью полицейские оцепили все подходы и подъезды к машине. Перекрыли даже дорогу, ведущую в Глеваху из села Малютенко в нескольких километрах. Именно в ту сторону, по мнению местных жителей, могли уехать нападавшие. В Бойраке той же ночью сфотографировали поврежденный шлагбаум на переезде. Вполне возможно, что убийцы пытались проскочить перед поездом. Несмотря на активную работу правоохранителей, уже утром журналистам удалось найти на месте преступления гильзу. Кто стрелял и из какого оружия? И связано ли это убийство с предыдущим покушением и взрывом бойца батальона имени Дудаева Тимура Махаури? Теперь предстоит выяснить следствию. Осмаев уверен, это дело рук одних и тех же киллеров. По продолжению. То есть это российский след? Что это? Это то же самое, это взвимодные цепи. Здесь тут террористическая какая-то группировка. Интересно, что Амина и Адам еще несколько месяцев назад отказались от охраны, которую к ним приставили после первого покушения. А три дня назад Амина выложила на фейсбуке фото, написав, мы готовы к встрече с любыми киллерами. Алексей Пшемыски, Лина Зеленская. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...